И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня у нас хорошая погода. Запишу небольшой видосик. А сегодня у нас речь пойдет про то, как же японцы отдыхают на выходных. Немного расскажу вообще где и чем занимаются. Начнем с того, что у них очень много спортивных секций, типа кружков. Вот на примере, здесь вот за этой площадкой находится бейсбольное поле. Там периодически дети играют в бейсбол. Тут же находится спортивная школа. Небольшой такой комплекс. И вот там чуть дальше, там уже эта больница находится, где я лежал как раз. Игры типа футбол, баскетбол, бейсбол. Это нормально. В Японии очень часто, очень много играют. Площадок очень много. Они стоят недорого, особенно если вы едете в компании, там у вас человек 10. Это прям символическая чистоплата будет. Далее. Сейчас вот, кстати, немного прохладнее стало. До этого было прям жарко очень и невозможно было что-либо делать, что-то куда-то ездить. Мы были на пляже пару раз, но там я ничего не снимал, потому что жара невыносимая. Там под 40 градусов было, а на солнце так еще больше. Песок просто как этот, как сковородка, как угли был. То есть, чтобы до воды зайти, там надо было реально бег с препятствиями делать, что усложняло задачу. И вода, кстати, очень такая теплая. Вот. Очень много открытых бассейнов. Но эти бассейны тоже имеют свои минусы. Как я уже говорил, если на улице жара стоит, примерно там 38 градусов в тени и духота, то в этом случае пол также будет очень горячий. Там бетонный, в основном бетонный пол, и это очень горячо ходить, если у вас нету обуви. Поэтому желательно взять с собой обувь в какой-то там бассейн. Кстати, работать не очень удобно. Он в основном работает в последние дни лета, можно так сказать. Это в августе месяце он начинает работать и заканчивает где-то в сентябре, может, чуть позже. Ну, то есть, там пару-тройку месяцев. Работа в зависимости от того, где. Также, как вы знаете, в Азии очень популярны разного рода торговые центры. Торговые центры, вот где мы были как раз недавно, я вам показывал там автомобили в нем. Эти торговые центры, это в Азии, может, как спасение, особенно в летние жаркие дни, потому что там работают кондиционеры, там бесплатные парковки в некоторых из них. Платные, конечно, но если вы что-то купите, то можно сказать, что они бесплатные для вас будут. Даже просто покушать там, ну, сейчас скажу по ценам. Там парковка стоит где-то в среднем 400 йен в час, но если вы что-то купили на 1000 йен, то вам 1 час бесплатно. Если на 2000, то 2 часа бесплатно. На 3, ну и так далее, там до 4, там бесплатно вам 4 часа можно стоять спокойно. Поэтому вы просто зашли, покушали в кафе, в ресторан, и вам бесплатная парковка. Да, торговые центры в Азии очень популярны как места отдыхов для семейного отдыха. Интересную картину наблюдаю. Идут 1, 2, 3, где-то человек 6, да, ну, пацанов, там, девчонок, тащат ворота футбольные. Ну, это для мини-футбола. Видимо, поиграли, вот возвращают эти ворота на место. Видите, да, вон бегут по дороге. Да, мини-футбол тоже очень популярен в Японии. Очень много полей, даже на зданиях, на крышах устраивают. Да, классная тема. Если восстановлюсь, возможно, даже попробую поиграть там где-нибудь на шибы, или где там вид хороший с него открывается, покажу вам. На данный момент пока что не представляется возможным бегать в футбол. Да, в торговых центрах очень много места для отдыха. Есть и детские площадки, есть и магазины разные, и дешевые, и дорогие, и автосалоны. Если есть возможность ездить в магазин, то лучше съездить в Аутлет. Аутлет Мол он называется, это магазины известных брендов с ценами прям от производителя практически. Там очень часто бывают большие скидки, и люди покупают там вообще за копейки все. Ну, к примеру, так вам, чтобы сказать, то есть какие-нибудь брендовые там Nike или там Adidas кроссовки можно взять за 2 тысячи, за 2,5 тысячи йен по скидке. В рублях это полторы тысячи рублей, где-то так. Полторы тысячи рублей за оригинальный Nike, но я считаю, это недорого. Да, это много где встречается. Есть Mitsui Аутлет, есть, как он называется, Арио или как-то так там, или Атрио. Ну, в общем, ну, разные там, можно заехать, посмотреть, рекомендую. Вот мы иногда ездим тоже из Шона на Аутлет, он подальше, чуть-чуть от нас находится, тоже в Канагаве, ближе к Канашиме. Но он очень огромный, там внутри парк, там типа деревни какой-то, значит, можно погулять, там отдохнуть с детьми, там не жарко внутри. Очень много тоже людей с детьми отдыхает, там площадка детская есть. И можно купить даже какие-то вещи недорого, если вы хотите там что-то прикупить. А летом обычно скидки идут, и все люди едут за этими скидками, те, кто особенно любит какие-нибудь брендовые вещи. Как я уже говорил, есть пляжный отдых, да, но многие предпочитают отдыхать, например, ну, на доске, там серфинг, или же там на кайте. Очень классная тема, рекомендую, если вы живете где-нибудь в Токио или недалеко, там в Канагаве, в Чибе. Есть очень много спотов, где можно отдохнуть, съездить, и взять пару уроков, они стоят недорого, примерно, ну, тысяч 10 за целый день. Да, но это того стоит. Мы вот брали на виндсерфинге, покатались, классно вообще. Виндсерфинг – это тема, да. Особенно, когда ветер не сильный, и волны небольшие, обычный серфинг там не очень, а вот винд прям самое то. Но если вам нравится обычный серфинг, это надо прям с утречка ехать, где-то, ну, прям где-то в 4-5 утра надо быть там уже, на Инашиме, к примеру. Там очень много людей катается тоже на серфингах там по утрам, волны хорошие. Да, вот это еще один из способов. Есть барбекю-площадки, вот типа как вот такая вот, да, только она оборудована для барбекю, там стоят бетонные такие постаменты для мангалов, типа могут прям выдавать эти мангалы. Обычно это в парках бывает, встречается, и приходите в парк, арендуете площадку, арендуете этот мангал, и спокойно жарите себе только мясо надо. Можете даже и мясо не покупать, там некоторые прям там продают. Но я не любитель японского мяса, я имею в виду барбекю, потому что оно безвкусное, оно не маринованное, ну как-то нет. Так что барбекю, один из способов отдохнуть в Японии, это прям вот классная тема. Можете сделать шашлыки, если вы умеете мариновать и жарить, и у вас есть опыт в этом, блин, они будут только рады. У нас в компании периодически бывает встречается там барбекю, там. Еще как один из способов отдыха в Японии, это поехать в какой-нибудь ансен, где-нибудь в горах, особенно там не жарко. Можете отдохнуть спокойно и там покупаться в этом ансене. Возможно, даже пройти какие-то хайкинг, маршруты, если там есть. Обычно это старенькие рюканы, где расположен небольшой источник, и вы там отдыхаете ночью, то есть переночевываете. Потом на утро можете сходить по каким-то экскурсионным тропам, маршрутам там и вернуться назад. Что еще есть интересного в Японии, такого, что вот летом прям бы рекомендовал бы посетить. Но летом разные дельфинарии, кстати, неплохие. Вот аквапарки, дельфинарии, вы можете съездить там отдохнуть, посмотреть на шоу, программу. Диснейленд, как вариант. Летом прям самое то, там не жарко. Там очень много разных этих охлаждающих стоят кондиционеров, и классно отдохнуть. Либо фуджи-кью, фуджи-кью-хайлайнс. К примеру, если вы хотите там с детьми, с семьей отдохнуть, просто не катаясь, нигде насладиться там видом, покушать вкусно. Я бы рекомендовал Диснейленд или Дисней Си. Но если вы там любите аттракционы, там американские горки, или какие-либо там экстремальные аттракционы, там типа свободного падения, или там солнышко вот эти всякое такое, типа пицца там, то да, фуджи-кью-хайлайнс, это прям идеальный вариант. Он находится около горы Фуджи, там очень красивый вид, вы можете тоже сфоткаться на фоне, если хорошая погода. Вот летом там самое то отдыхать. Если будет холодно, там уже не так, потому что замерзнуть можно просто. Там такие скорости на этих американских горках. Если вы отдыхаете, к примеру, в Осаке, то тогда я бы вам рекомендовал съездить в Universal Studio. В Осаке большое очень Universal Studio. Вы можете отдохнуть там и с семьей, и посмотреть на разные фильмы, как сказать, как декорации к фильмам. Там и Паркерского периода, и Гарри Поттер, и все вот эти все фильмы, которые типа были популярны в свое время. Мы немного переместились, вот оно, это поле бейсбольное, дети играют там, где-то средняя школа, я думаю. Да, средняя школа. Не старшеклассники, а обычные, средние. И вот здесь у них этот центр культурно-спортивный. Можно поиграть. Внутри там тоже у них площадки есть, там и баскетбольная площадка, и волейбольная. Да, погода хорошая, сегодня уже не так жарко. Ночью температура начала опускаться примерно до 28 градусов, что уже хорошо. До этого было 32-34 ночью, что было очень нехорошо, потому что ночью что-то открыл окно, что-то его не открывал, ветра нет, температура духота, там температура не меняется, то есть только кондиционер спасает, и все. Вентилятор уже тоже не спасает, потому что вентилятор гоняет просто этот горячий воздух, и толка от него нет никакого. Как вариант, можно просто сходить в какие-нибудь парки национальные. В Японии их очень много, особенно где-то за пределами Токио, очень много национальных парков, очень много лесных массивов, где вы можете отдохнуть, сходить. Но, конечно, сразу предупрежу, там не получится пожарить шашлыки, или же устроить какую-то там вечеринку. Можно просто сходить, да, как пикник, небольшое посидеть, отдохнуть с семьей, но не более. Да, национальные парки, они очень популярны также в Японии. Можно съездить даже просто куда-нибудь на реку, в горы. Там есть реки горные, красивые места, можно хорошо отдохнуть, и покупаться даже в этой реке. Особенно сейчас, сейчас уже нагрелась вода, более-менее не холодно, можно купаться. До этого была ледяная прям вода, поэтому... Да, но сразу предупрежу, обычно таких местах, где эти горные реки, там приходится спускаться до этой реки по горным серпантинам, по дорожкам и по узким. И если вы на машине, будьте аккуратны, знайте габариты машины, и желательно не берите кейкар в такие места, потому что существует вероятность, что он вас обратно не затащит вверх. Да, бывали такие случаи, особенно если машина полная, там вещей, людей, и можно просто не заехать наверх. Да, кстати, можете взять в аренду какой-нибудь транспорт, типа мотоцикл или машину, и съездить куда-нибудь отдохнуть, как вариант, да. Ну, конечно, около трассы особо негде отдыхать, там вообще как бы пустыри практически, только по парковке вот эти вот, как паркингария, да, на платной трассе. И все. А так, если вы в какое-то там место едете, где-нибудь за городом, тоже там научно-исследовательские парки, там разные есть выставки, можно съездить, посмотреть, кстати, как вариант, да, летом, там не жарко будет. Но, конечно, маршрут надо вам самим продумывать и сразу позаботиться о том, у кого будут права японские или там какие-либо иностранные, европейские, кстати, подходят, их можно, европейские, если вы из Европы, я имею в виду из Евросоюза, а если вы из СНГ, то не подойдут. Придется пересдавать на права уже здесь. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать новые видео и изменения. Ну все, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok